девочки всем привет буду вам дальше рассказывать про ароматы которые я приобрела эти я вот этот носила в феврале остальные так только разнашивала дома хотя может быть вот это тоже носила но обо всем потихонечку у меня был вопрос где я покупал вот эти все ароматы еще раз покажу вам сожалению качество съемки в прошлом видео было не очень классно покажу вам коробочку anna klein вот это прям шикарный аромат посмотрите какая прелесть anna klein он выпускается до сих пор но единственное что такого типа ароматы ретро классический классическая школа они не популярны поэтому не на всех сайтах представлены это надо искать вот anna klein это и марка и сам аромат называется необыкновенный цветочным я просто влюблена в него и он особо ретро ретро не пахнет просто пахнет очень интенсивно цветочным такая цветочность сейчас не модная поэтому она может для некоторых казаться свой ретро аромат еще один аромат если вдруг плохо было бутылочку видно давайте я вам покажу стэш jennifer lopez и у меня unspoken то есть не популярны из этой линейки сам популярны к сожалению раскупленные снятости он я его нигде не могла найти вот коробочка очень симпатичная и аромат тоже приятный на ежедневной основы больше него характер хотя это и о да парфан у него характер больше о да туалет такой она очень легенький с яркой ванилью хотя по моим по пирамиде здесь ваниль не указано и цветочность но она такая фоном идет приятный аромат нежно-сладкий на ежедневной основе на работу такое носить очень здорово будет или перед сном но короче такой аромат не не серьезный и еще один аромат который я в прошлом видео показывала это very irisistable живанши да вроде как люкс но аромат очень легкий и такого сейчас но тоже он не новый то есть это какие-то двухтысячных начал двухтысячных аромат очень приятный в носке но я его перестаю очень быстро на себя ощущать и у меня такого очень много много в основном вот от avon что-то подобное поэтому как бы пока меня аромат так не впечатлило смотрите сколько уже его израсходов тоже в феврале его носил на следующее видео которое выйдет это будет уже отчет по по ароматам который я носил феврале давайте теперь к тем ароматом который я не затрагивала в прошлых видео они у меня остались на каких на каком сайте я покупала вот вот этот на другом сайте был не с этого сайта покупала а вот стаж там я нашла вот этот аромат этот она кляйн сейчас покажу вам я лучше один раз вам покажу как он называется чем буду говорить и все секундочку вот она вот сайт но это для тех кто живет в германии девочки по моему они только по германии шлют ну посмотрите если по европе шлют или нет вот парфюм клик такой сайт и начну я наверное с этого аромата который вот сейчас промелькнул аромата классный мне понравился но мне вообще нравятся ароматы от элент ряси давайте я сначала покажу просто бутылочку оформление крышка тут пластиковая но приятная легкая но приятно знаете не прям ощущается как супер дешмански и вот сам бутылечек очень красивое тоже оформление мне кажется освещение замечательное сегодня у нас светло даже переменная облачности солнышко выходит поэтому посмотрите как камера все классно снимает и надеюсь что загрузится все тоже с хорошим качеством и коробочка такая аромат бюджетный до 20 евро по моему вот на сайте на котором покупала сейчас он за 60 евро стоит 16 господи простите 60 уже не бюджетно 16 евро я покупал по моему еще дешевле был но он так и стоит это элент рейси это дизайнерский бренд получается одежда которая была очень популярна 80 особенный 90 а потом они как-то исчезли про них я сейчас ничего не слышу так вот они выпускали еще и ароматы и ароматы довольно бюджетные мне нравится один из самых любимых наверное тот который классический элент рейси называется просто шикарный аромат такая косметическая тушка такой уходовый уходовый крем ощущение чистоты какой-то дороговизны вот так пахнет тот аромат и поэтому я с удовольствием если вижу что-то от элент рейси я с удовольствием покупаю старые ароматы потому что тот тоже если не ошибаюсь 90-х аромат может быть начал двухтысячных и вот это тоже из такого из старенького мне кажется по по флакону уже видно к самому аромату девочки в общем аромат с яркой почулевый ноткой то есть это она доминирует здесь и почули делают этот аромат кроме того здесь конечно есть и древесные ноты они тоже ощущаются но все это на заднем фоне здесь есть и фруктовые ноты и даже цветы в общем когда я вдыхаю я чувствую здесь из фруктов здесь груша малина и мандарин возможно бергамот ну короче цитрусовые да что очень часто вставляют для легкости и вот груша и малина но я чувствую даже не грушу разные сорта яблок я как будто вот яблоко чувствую здесь вы знаете что разные яблоки они по-разному пахнут у них разный бывает аромат и вот когда я вздыхаю я первую очередь мне кажется что я чувствую здесь почули и и яблоки и потом все остальное какие-то там цветочные ноты очень невнятно слышится здесь древесность и такой вы знаете аромат немножечко почули здесь такие знаете какие вот сейчас вам скажу они такие же как в аромате от ляриф сейчас наверное я его не найду от ляриф как же называется закос на мой мон пари сейчас девочки может быть я его даже найду парфюмерном шкафчике или нет я его уже отложила наверное не девочки я наверное его уже куда-то засунула но не помню как называется там тоже я его ношу в основном в сентябре в октябре пахнут такие землистые почули как будто и вот как будто в саду саду прошел дождь и фрукты попадали вот этой сырой землей листвой пахнет вот почули похоже на на те в том аромате и мне кажется что это аромат тоже на осень скорее такое такой меланхоличный почему для меня он сейчас конец зимы весна не хочется его носить вообще аромат приятный но для тех кто не любит почули короче в эту сторону смотрите девочки говорю очень много не по теме но я надеюсь смогла создать вам примерно картину какой аромат еще один аромат который хочу вам показать это вот этот именс от так сейчас от шерер там жан-луи шерер если не ошибаюсь жан-луи шерер это вода туалет девочки аромат довольно старый 2002 год и по моему это снятость и этот аромат скорее всего в магазине уже как минимум наверное лет 8 лежит потому что почему так давайте сначала я вам покажу сейчас отодвину немножечко покажу бутылочку здесь получается небоскреб и вот здесь продолжение небоскреба то есть вот как-то так как-то так необычно вот так его нужно ставить то есть он покажу вам шерца как он должен выглядеть очень красивый флакон просто обалденный интересный эффект такой и и вы знаете жидкость она не должна быть сразу вот такой она мне сразу какой-то такого коньячного цвета была короче аромат когда его я только распыляю он пахнет как будто не мускус а даже уксус какой-то уксус немножечко и сейчас скажу еще очень пахнет таким странным как будто старо химическое средство его уже пора пора тоже выбрасывать то есть она срок годности вышел короче мне кажется начал портится парфюм и ему нужно чтобы он начал пахнуть нормально где-то минут пять-семь это не нормально для аромата а вот когда уже он приходит себя то аромат необыкновенно мне нравится приятный нежный это вода туалет вот он так и пахнет он пахнет нежно не заполняет ничего вокруг себя есть цветочные составляющие но в основном пахнет он ваниль все остальное здесь не очень отчетливо орхидей гелиотроп гордения жасмин ну все это пахнет как ты уже сказала не особо ярко мне кажется что аромат был рассчитан на ежедневную носку в какой-нибудь бюро когда ты хочешь пахнуть не пряно и не не сладко а нежно но при этом согревающий аромат из тех что согревают несмотря на то что легкий прекрасный но все уже нельзя такой покупать видите раз у меня уже он подпорченный то есть может быть риск что вы тоже решите заказать он будет тоже испорчены немножечко жалко конечно но он не очень бюджетно обошелся поэтому для коллекции будет и приятно было узнать познакомиться с одним из старых ароматов этого бренда а вот другой он выпускается до сих пор с я с очень яркой ноты меда цветочная там мед очень яркий на шарер 2 вы тот можете покупать его он до сих пор выпускается и пользуется успехом кстати фрагрантика его описывает как сейчас подождите я скажу пудровый нет вообще пудровости здесь нету даже когда он через два часа вдыхаешь его он такой интимный пудровости вообще не чувствуется а вот ванильность древесность цветочность чувствуется сладость здесь еле уловимая пряности здесь я не чувствую почули здесь тоже я не чувствую то есть аромат для меня больше ванильно цветочным так все про этот аромат и теперь про третий расскажу я его увидела давно видела у елены усадкиной но она она интересно его описывала но говорила что назойливый и он ей надоел быстро я теперь понимаю почему аромат называется это элизабет тейлор горденья здесь очень яркая горденья и вы знаете аромат такой крикливый смотрите какой цветочек да крышка пластмассовая такая добротная стекло классно и здесь все прекрасно очень очень яркий крикливый громкий помещение заполняющий аромат и девочки если вы хотите узнать как пахнет горденья вот вот здесь прямо эликсир горденья как будто горденью не знаю здесь написано что он лактон и так вот это какая-то цветочная лактонность вот как будто действительно цветок взяли и подоили но просто аромат такой мягкий вот кокос тоже такое делает создают такую лактонность понимаете только здесь нет ощущения молока а именно вот это настроение молока не знаю как еще более четче описать описать это если вы решите покупать аромат покупайте лучше отливатик его вам хватит просто на несколько сезонов потому что вот этот флакон во-первых одного пшика будет достаточно во-вторых я согласна аромат настолько яркий насыщенный напористый что он надоедает его носила несколько раз на улицу на свежий воздух на верхнюю одежду и сколько там температура была у нас опять было прохладновато но градусов так с 3 до 8 такая температура для него уместная мне кажется на улице у него есть место где развернуться а вот в душном транспорте в бюро где не проветривается лучше его не надевать вы будете раздражать окружающих во первых будьте ну да он надоедливый его приятно повдыхать а потом чтобы он утих вот что приятно может быть надо попробовать его знаете как намазом наносить и на кожу не на одежду распылять может быть он будет помягче звучать но пока что пока что грубовато и вот эта крикливость и грубость делать его немножечко в своем звучании дешмацким если вы будете вот так вот ярко пахнуть это вас будет однозначно радовать но я не представляю под него какое-то красивое вечернее платье скорее представляю летний сарафан такой ситсовый или какой-нибудь а-ля полухалат то есть скажем так если бы я пошла на какую-нибудь вечеринку или на свадьбу или что какое-то торжество этот аромат бы я не отдела вот а если куда-то на природу гулять вот да можно ускорить приход весны кроме гордыни девочки здесь есть ландыш который я честно говоря не чувствую пион который я бы не узнал в аромате и орхидея нет я по эти цветы в этом аромате не узнал еще цветок гвоздика есть но не знаю вот ощущение что это сладкий сок гордыни сок молоко гордыни если бы из этого цветка можно было бы такое делать так вот это про все про эти три аромата так и дальше я покажу вам еще один аромат я не знаю вы знаете бренд ритуальс они делают это что-то вроде как бодишоп и они делают линейки а-ля спа для ванн в основном то есть я их изначально знала как как все для ванны то есть там пенка для душа гель для душа всякие не знаю баттеры там есть или нет ну вот такого типа и это не дешево это не дешевое удовольствие ритуальс то есть у меня есть сейчас пенка для душа она правда вот такая вот громадное и охватит меня на целый год там яркие такие мандариновые аккорды классные так вот она мне посла обошлась в 10 евро этот аромат у них есть также ароматы сейчас я вам покажу где тут у меня фрагрантика у них есть много ароматов довольно и сейчас у нас стоят разные кубики например стоят вот этот кубик красный какой еще у нас стоял эссенциель унисекс но он больше такой древесный сторону мужского уходят потом еще какой был в магазине а вот этот вот это по-моему ой извините девочки это вишневый цвет если не ошибаюсь такой цветочный нежный аромат дело в том что вот этот вот кубик мне обошелся 17 евро по моему 17 чем-то он стоит это очень дорого и здесь девочки 15 миллилитров до 15 миллилитров 50 миллилитров там стоит уже стоит уже к стольнику то есть это получается какая-то люксовая линейка я хотел что-то вот от ритуальс именно на ежедневной основы и вот вот этот аромат он мне тоже понравился но я подумала для такого аромата нежного на ежедневной основы это слишком дорого я могу даже из люкса найти подешевле что-то если мне прям захочется люкс и что там у них еще было то есть у нас было представлено вот этот по моему солей дор ну аромат приятный но опять же таки я всегда смотрю на цену и думаю стала бы я тратить такую сумму на этот аромат но это дело вкуса конечно так что-то еще там было так ну в общем про этот аромат девочки очень приятный во первых распыление очень экономная очень очень мелкая и охват прямо очень широкий запах это древесный аромат у меня экля аромат древесные и с цветочными нотками ну он в первую очередь древесный очень легкий аромат уходовой косметики легкий легкий вот я бы сказала что азиатовый в азиатском стиле немножечко таком то есть очень ненавязчивый аромат очень приятный для ежедневной носки он мог бы для кого-то стать вот что-то вроде вот такого вот что будешь носить каждый день и пахнуть приятно единственное что я считаю конечно 17 евро за 15 миллилитров но это прямо очень дорого правда это получается 100 миллилитров будет за 100 евро что-то в этом роде и правда не помню же какие граммовки но мне понравился почему я вот все-таки соблазнилась и купила его может быть мне 15 миллилитров хватит замечательный аромат в дополнение пойдет к у нее но мат которые ароматы вот это что-то по качеству похожее на те аромат девочки все я буду прощаться с вами что-то я быстро устал наверное привычки уже снимать у меня нету хотя я сейчас покажу вам еще кое-какие ароматы арабские а не знаю выйдут у меня видео друг за другом или на следующий день но девочки до следующего видео всем хорошего дня и пока пока